МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Шаги російської сторони будуть жорсткими і крайні болезненими для Латвії. Ну кулак, видиш? Уху, у вас кулак. Я люблю її. Ой, 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 зараз вийде на таксі поїду до неї. Привіт, друзі! Мене звати Лена Курбанова і ви на моєму ютуб-каналі Курбанова Лайф. А це свіжий випуск, присвячений російській крінджатині, пропаганді і, звісно, їхнім вкидам на їхніх ток-шоу пропагандистських, в їхніх пабліках і соціальних мережах. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте обов'язково лишати нам вподобайку для поширення всієї зібраної нами інформації і правди. І обов'язково підписуйтесь на ютуб-канал Курбанова Лайф. Звісно, що разом із нами? Дякую. 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 Ломоносова, 47. Перекресток Поярково і Октябрська. С центральної канализації прорвав. вот смотрите все в говне все в моче дошло до оттуда я стоянка в говне остановка тоже в говне сейчас на дорогу выйдет скорость куда раз куда смотрит центральный округ непонятно здесь уже в киев все люди никак уже не зайдут все в говне все в моче ужас то это будет устранять дес нам заменил электросчетчики вот такая красота так аккуратненько все стоит вот это улица флотская дом 44 вот моя квартира 75 вот так вот нам поставили счетчики я пришла домой хочу попасть в квартиру дверь не открывается заблокировали мне вход в мою квартиру на обращение в диспетчерскую сказали ожидайте даже не сказали через сколько они подойдут будем ожидать повз тією историей просто неможливо було сьогодні пройти королева російської пропаганди як завжди найгучніше розкриває свого рота для того аби жодним чином жодним словом не сказати правду взагалі ця жінка відпрацьовує зарплату кремля ледь не найкращий кожен її виступ це приклад того як пропаганда може розкладати свідомість російського упора того глядача ну а звісно ми із задоволенням розвінчуємо все те що вона наговорила как вы знаете 11 января сейм этой страны в качельном чтении принял законопроект об экспроприации культурно-делового центра дом москвы в риге я напомню это экспроприация не своего в латвии это экспроприация объекта не латвийской собственности частной общественной или государственной это собственность правительства москвы мы говорили о том что все это попирает норма международного права который гарантирует неприкосновенность собственности других стран вся ответственность в том числе материальная за подобные беззакония полностью ложится на латвийские власти руководство этой страны повторяем шаги российской стороны будут жесткими и крайне болезненными для латвии юрий кузнецов написал отдайте гамлета славянам то есть все то что лучше у них есть то что достоевский называл священными камнями европы это все уже у нас гамлет шекспир прошу прощения шекспир бы переехал бы сейчас беларусь а фолкнер переехал бы в россию и они бы с ужасом бы смотрели на то что происходит там на западе участвовали бы вот в эфире у владимира рудольфовича соловьева и рассказывали бы как надо жить правильно похоже наши военные нащупали слабое место в украинской обороне американцы и вообще западники накачивают украину оружие а мы нашли асимметричный ответ который с одной стороны позволяет нам парализовать действия противника а с другой сохранить жизни наших воинов-героев российские высокоточные ракеты с дальнего расстояния систематически методично выводят из строя энергосистемы украины при этом мы бьем а что новенького мы бьем не только по всяким подстанциям там тэц там и так далее так далее мы начали бить еще и по газовой инфраструктуре насколько я понимаю это это уже очевидно что это это линия эта линия там понятно к чему она может привести украину удары возмездия именно удары возмездия именно вот такое проявление нашей ненависти абсолютно святой ненависти они будут сидеть и без газа и без света и без всего даже в обороне разрушать нужную инфраструктуру не будут работать госпиталя больше хохлов будет дохнуть на операционных столах например мы наносим удары по инфраструктурным объектам на украине в ответ на накачку этой страны западном оружие отсутствие электроэнергии это отсутствие воды отсутствие холодильников элементарных отсутствие канализации и город киев через неделю просто отсутствие электричества заплывет гремя извиняюсь выражение нами манс лейтер остались замерзает а пользуемся отопительными приборами всевозможными в домах находиться невозможно замерзаем 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 но тем не менее надо понимать чтобы пойти в крупномасштабное наступление нужно выполнить ключевые условия которые должно быть до конца выбить всю их практически артиллерию надо полностью уничтожить те резервы которые есть надо подавить против воздушную оборону потому что в наступлении в любом варианте фронтовая штурмовая армейская авиация должна работать за линии боевого соприкосновения по-другому не получится заходя на территорию противника и естественно не наступать по всему фронту а именно выбрать те участки прорыва участки прорыва которые дадут серьезный успех но для этого даже подготовить еще и свои войска которые у нас уже приличное количество времени просидели в обороне надо вывести в район и восстановление боеспособности надо обучить людей так как мы в том числе великой отечественной учили штурму городов и штурму укрепрайонов и только после этого всю эту тему начинать я думаю это не сильно быстрое время как бы вот конечно завтра все начнется это было бы неправда на это нужно время но я здесь очень бы всем советовал сильно не торопиться по той простой причине что не выполнив условиями к сожалению понесем потери мы выполним задач вопрос стоит во времени в потерях и в ресурсах правда да а нам надо все это что минимизировать поэтому я увидел что одна из целей пропаганды и может быть основная цель пропаганды это сделать людей разрозненными чтобы людям казалось вот тем кто против что их они одни такие что они в полном одиночестве и никто с ними не согласен это это и это вот действительно очень очень опасная штука вот так вот хочу вам сказать знаете что вы не одиноки вас не меньше и со временем все больше и больше понимают понимают то что на самом деле происходит нашей стране и в данном вот в этом вот военном конфликте в этом вторжении агрессивным чужую страну поверьте вы не одиноки и я надеюсь что тенденция и дальше будет расти именно все будет больше людей осознавать что их просто надурили просто вот их с восьмого года с восьмого года по моим исследованиям то что я собрал информацию изучил с восьмого года начали завинчивать гайки вот это разгон демонстрации первой посадки реальной посадки в тюрьму разогнали миллионную демонстрацию мирную демонстрацию санкционированную то есть было дано разрешение на эту демонстрацию в восьмом году посмотрите там кто не знает можете загуглить вот людей отлавливали просто избивали кидали в эти автозаки держали в кпз и многих людей посадили причем посадили не политических деятелей а посадили простых людей знаете почему чтобы напугать начался террор самый настоящий когда политика сажают в тюрьму или военно убивают на войне то обычного человека бывать или это не пугает это их профессия они пошли на профессиональные риски и как бы ну это как будто тебя не касается а когда вот реально взяли посадили просто человека который вышел выразить свое мнение протеста не согласно ему совесть говорит что он считает неправильным действия какие-то определенные своего правительства ведь он имеет право это просто чиновники которые служат народу которых избрали за зарплату чтобы они служили своему народу а народу не понравилось то что они делают народ имеет право выйти протестовать и вообще сместить их ну законным путем естественно разумеется вот просто разогнали избили унизили посадили вот действие нашего правительства началось восьмого года а дальше больше а сейчас этот режим показал свое лицо окончательно это агония я думаю что это агония поэтому держитесь дорогие держитесь с нами бог поверьте вот когда-нибудь мы будем более менее нормально жить 15 градусов тепла в квартирах и такая же цифра только в минус на улице неравное соотношение температуры уже слезы отчаяния упираются в спокойствие инстанций людей нетерпения сколько будут врать ни на один телефон ответа нету приходишь в администрацию они сидят разваливаются вот так вот слушать не хотят в отличие от нашей съемочной группы люди в агонии рассказывают как с октября по сей день батареи были не больше чем бутафория нет тепла в квартирах сразу шести многоэтажек у меня жена больная она дитя войны я сам уже девятый десяток и хожу а так и сплю это найти ответственных оказалось непросто вначале выяснилось эти дома по ленинскому проспекту обслуживает теплосеть совершенно другого района кировского нас подсоединили за 3 9 земель а вы не наши как мы не наши мы же вам платим впрочем деньги как говорится на ветер но и перерасчет за холодный воздух делать никто не собирается в квартирах говорят немного теплее чем в подъезде дальше обращение в теплосеть ответ такой поломаны оба котла ремонтироваться они будут только тогда когда закончится отопительный сезон на самом деле котельная мирный обслуживает сразу пять теплопунктов мирный солнечный 1 2 звездные из тарицкого и как считают люди по несправедливости получают тепло те которые к ним ближе температура подачи 29 20 45 27 давления в системе нет звоню диспетчеру сегодня говорю когда это все закончится безобразие когда будет отопление анарта что его нет скажите по норме какая должна быть температура подачи она мне год это коммерческая тайна чтобы узнать якобы секретную информацию о появлении тепла светлана тоже обрывала телефон и ведь от постоянного переохлаждения заболела но не сдается по какой причине сегодня холодной батареи совсем не знаю мы не перекрывали ничего все работает котел работает один нагрузку на него сделать нельзя потому что он все время течет если делается большая нагрузка становится полностью весь звездный мирный солнечный район и тогда ответственность перекладывается на самих людей но если вы ничего не будете делать ситуация так и останется отправляемся в ту самую котельную микрорайона мирный вы отказываетесь конечно а вот в жеке отреагировали хоть и с опозданием спустя месяц после заявки наконец пришел слесарь зарезюмировал воздуха в системе нет мы обследовали но на этих домах подается тепло но не в полном объеме из-за того что теплосеть работает на одном котле минус на минус дает плюс но это правило не распространяется на коммунальный вопрос холод на улице холод в квартирах а будет ли отепель в разрешении этой ситуации знают только специалисты донецк теплосети которые в свою очередь заявляют прилагают усилия чтобы возобновить теплоснабжение правда препятствуют этому не зависящие от них отключение электроэнергии прекращение подачи воды износ оборудования и порывы сетей аварийные ситуации устраняют но без рабочих рук сделать это сложно не успевают к тому же добавилась еще одна проблема затопление трубопроводов тепловой сети под ленинским проспектом который непосредственно идет на микрорайон звездный водами то есть мы сейчас выезжаем на место с водоканалом и с другими службами определяемся что это за затопление то есть будем устранять воду потому что эта вода охлаждает трубопровод который идет на микрорайон соответственно потеря температуры и жильцы об этом страдают а ситуации в микрорайоне звездный соответствующие службы знают по мере возможности пытаются решить проблему ну а жители по-прежнему в ожидании долгожденного тепла тем временем на календаре 12 января дивные те люди россияне з одного боку влада им сказала что все их социальные мережи точнее не их а захватные а они же воюют и заходом и всем військовым альянсом нато европейским союзом америку и так далее одним словом все социальные мережи мают быть заборонены берите и сидите в российских одноклассники вконтакте но до биса социальные мережи которые не развиваются тож попри заборону они все же таки користуются захидными додатками ну и звісно китайским теж и сами они нам и подказывают как же саме зараз живет звичайный россиянин что в них відбувається социальные мережи це взагалі як дзеркало звичайного життя ну а ми назбирали найголовніше і найцікавіше те що ніколи не покажуть по телебаченню понимаю часы ребятухи никогда не забудешь кое время часы очень классные часы проиграл всем привет мы находимся в центре города якутска возле знаменитой тюрьмы нквд вот смотрите решетки двери вот кормушкой видите ваш дом будет расселен он аварийно считается и москва выделяла 40 млрд на расстеление расстеление домов вот таких 20 млрд только освоили 20 куда деле неизвестно и здесь местные власти сейчас ждут 13 января проедет кортеж путина под дежурку владимир владимиров заедьте суда мы отправляем это видео сейчас государственному депутатам пусть ему передадут пусть на экскурсию заедете в этот в это здание как символ до сих пор люди здесь живут это здание бывшая тюрьма бывшее здание нквд всем пока берите быстрее не хватит как же за что за все люблю его а вот конкретно можно сказать за что нормальный человек нам крым отстоял первый наш президент который не пьет не курит не гуляет убить конечно за что за все все люблю уважаю ваш президент владимир уважаю почему потому что здесь все можно да все можно приматую за его пословицы какие пословицы какие пословицы красавицу да про красавицу вы знаете полностью песня как из 88 года звучит не знаю потому что тогда не любили бы так пути нет почему если запоют я ее вспомню а так я не помню потому что я слишком пожилой человек вы любите за пословицы и красноречие почему за его прямоту за его правление за все люблю и Не мерзни волчий хвост. Такой просто я сделала защиту. Защиту. Но единственное, что надо защиту, просто прищепочками зафиксировать, чтобы я всю краску. Вот две пакетки таких выделила и вот эту выливаю. Размешаю сейчас хорошо и начинаю красить. Все приготовила. И полотенце приготовила. Вот я размешиваю. Сейчас реакция пройдет. Чтобы можно было красить. Думаю, что на весь волос мне хватит. Расчесочку, реденьку приготовила. Редкая расческа, это очень хорошо. Накладываю. А потом щеточку еще около шеи. Я тебе скажу, еще раз я тебя увижу здесь. Да, да, да. Я тебе расковыряю конкретно. Прямо сейчас показать? Не, не, рассказать. Показать не надо. Я боюсь боли. Не по яйцам будете бить? Конечно. Нельзя по яйцам. Ну и отбитые яйца. Не еще детей делать. Таких же, как ты. Вы такой хороший человек на самом деле. Я таких не встречал еще. А вы сильно бьете? Ну, кувалду видишь? Ого, у вас кулак. Как мой. Ты что, салат, ты борзеешь? Да нет, у меня просто кожа большой. Ну, так я могу тебе сделать все поменьше. Не надо. Родная, вот знаете, я раньше в Малой когда был, я у меня батя спрашивал, типа, а чего ты вообще боишься, ебать? Ну, у меня батя ебать нахуй, мужик нахуй, ебать на себе, ебать. Я говорю, типа, ну, а вообще, хоть чего-то, блядь, боишься в своей жизни? Он говорит, да, типа. Я говорю, а чего, ебать? Наверное, это одиночество. Остаться просто одному, типа. Я думаю, ебать. Ну, и шо, ебать? Ну, живи один, блядь. Хуй, что ли? Никто мог сидеть, не ебать. Ну, теперь, нахуй, я его понимаю. Его вот этот вот страх. Он один никогда не оставался. То есть, ну, у него была семья. Все такое. Ну, я его понимаю. Это натурие. Просто одному нахуй не в кайфе. Вообще, блядь. Просто. Это не то, что, типа, знаете, типа. Я люблю ее. Ой, в смысле, мы такси поеду к ней? Нет. Вообще. Просто из-за того, что я один дома. Поняли? Скучно. Не с кем побазарить. Хотя, ну, по факту, Две люди пишут, как бы, можно пообщаться. Ну, все равно, поняли, живой души, как бы, дома вот не хватает. Родный, может, у меня поздравить? Взял я дристолет на... Хто додивився до кінця, до и без перебільшення від мене отримає тетл «Залізні нерви». Власне, друзья, как и у меня и у всей нашей команды. Мы это делаем для того, чтобы вы знали правду. Мы это делаем для вашего гарного настроя, ну и, конечно, для защиту нашего информационного простору. Ви маєте знати, бачити и чути, что происходит за паре обреком, что они обговорюють и что они переживают. Бо тільки так мы станем сильнейшими и никогда в жизни не будем доверять российским вкидам и пропагандам. Не забывайте этому випуску лишите свою вподобайку. Лише таким чином мы сможем поширить, ширить и ширить нашу правду. И обовязково долучайтесь до команды подписчиков YouTube-каналу Курбанова Лайф. Бережите себя, бережите Украину. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»